Друзья, всем добрый день! Сегодня 4 июля 2022 года. На видео вот такой вот кустик. Кустик у меня болеет. Это единственный кустик в моем, скажем так, садовом участке, который болеет. Болеет он хлорозом, болеет уже два месяца. Я ничем не обрабатываю, просто наблюдаю. И в принципе я не вижу никаких тут трагических изменений, которые описывают при этом заболевании. То, что растение пропадет, не пропадет. У меня подобная ситуация с этим кустом была год назад. Он у меня отошел, отцвел в том году прекрасно. И в принципе вот в этом году он тоже заболел. Но дело в чем? В том, что у нас была очень холодная весна, лили дожди. И я как бы, вы знаете, особо на растения не злюсь и на болезни. Почему? Потому что я вообще удивляюсь, как многие цветы выжили в такую погоду. Было очень холодно. У нас только вот, можно сказать, в конце июня восстановилась погода. Но несмотря на свое состояние, растение цветет. Выпустила красивые шапочки. Это сорт Endless Summer. Вот она выпустила. И вот здесь тоже завязалась. И я на 80% уверена, что она не пропадет. Кустик спокойно отсветет. Я его обрежу чуть-чуть попозже. И, собственно говоря, проведу омолодительную обрезку, скажем так. И он нормально отойдет и будет меня радовать на следующий год. Поэтому, когда ваши растения заболевают, не спешите прибегать к различным удобрениям, лечениям. Потому что иногда лечением можно даже навредить и сделать ситуацию намного хуже. Почему? Я вам сейчас скажу. Все удобрения очень концентрированы. И даже несмотря на то, что описывают в инструкциях, что нужно по дозировке растения лечить или кормить подкормками, можно навредить растению. Понимаете? Очень трудно все равно подобрать дозировки. Я вообще с удобрениями, если честно, не рекомендую. И с лечениями увлекаться людям. Почему? Потому что я считаю... Это лично мое мнение. Я считаю так. Если чем-то и удобрять, то органику. Органику брать. Потому что вот у меня был опыт, я говорю, с гортензиями. Этой весной я удобрила их азотом. И вот вы знаете, ну, у меня очень много побегов сгорело. Сгорело много свежих, новых, таких шикарных побегов. Я гортензию вообще ни разу не кормила. И в этом году решила подкормить. И я очень честно расстроилась. Больше этого делать не буду. Потому что они у меня прекрасно растут, без всяких подкормок. Главное, вот землю я им подобрала. И никаких проблем я с ними не знаю. Но единственное, они у меня растут в азоне. А вот этот вот кустик у меня растет в грунте, в открытом. И вот в земле, не в такой, которая ей нужна. Собственно говоря, я поэтому и думаю, что она у меня вот болеет. Болеет, но вполне нормально цветет. И, конечно же, она отойдет. Потому что кусту этому уже три годика. Он достаточно с развитой корневой системой. Бояться незачем. Он не погибнет. Да, когда саженцы молодые, более-менее, конечно, они слабые. Могут погибнуть от хлороза. А взрослое растение я не думаю. Вот я вам даже другое скажу. Вот эти вот листочки все, они тоже были очень желтые. А вот сейчас стали зеленеть. Потому что как бы погода восстановилась. Все эти сырости, влажности, грибки, они уже сейчас уйдут. Вот эти листики, они тоже все отвалятся, естественно. У меня как-то один раз болел саженец, вы знаете. Болел сильный, прям был желтый, листья осыпались. Я обрезала до почек. И он у меня выпустил прекрасные новые зеленые листики. Без всякой, я не знаю, там обработки, лечения. Просто выпустил хорошие листики. То есть растение переболело и выжило, не погибло. Я к чему говорю? К тому, что если растению суждено погибнуть, оно погибнет. Как вы его лечите, не лечите? Это, я не знаю, все, мне кажется, 50 на 50, как повезет. Но если, вот видите сами, вот такая ситуация, цветет. Цветочки очень хорошие. Смотрите, какие красивые. Они не осыпаются, крепкие. Поэтому на 80-90, даже процентов, я уверена, что растение будет жить. На следующий год радовать. Единственное, да, когда оно цветет, я сделаю обрезку. Обрезку сделаю 100%, потому что нужно, как бы, птички как поют, нужно его немножечко снять с него нагрузку. То вот этот вегетативный, как бы, период, когда он выпускает листья, нужно, конечно, это все убрать. И с новых почек пойдут вполне хорошие, здоровые листочки. Я обязательно сниму видео, когда она у меня уже будет, скажем, в здоровом состоянии. То есть, ну, я говорю, я еще раз повторюсь, куст не погибнет. Он выживет и будет радовать меня на следующий год опять обильным цветением. Так что, друзья, ну, у кого, в принципе, такая проблема, я была, да, вот с хлорозом, я буду рада выслушать вас. Мне очень интересно, может быть, какие-то лечения, методы есть эффективные. Ну, я вот всегда сторонник наблюдать. Если бы, конечно, тут листья осыпались и начали как-то там увидать, и я бы не увидела вот этих шапочек красивых, я бы, конечно, наверное, прибегла, может быть, к какому-то лечению. А когда я вижу вот такие прекрасные цветочки, ну, как бы, вы знаете, я не думаю, что здесь что-то страшное. Да, чего-то растению не хватает, можно удобрить чем-то, чем-то попрыскать, но я не буду этого делать. Это лично мое мнение, а там каждый выбирает сам стратегию выращивания своих цветов, ухода цветов. Я всегда прислушиваюсь к природу. Если что-то вот так растению захотелось повести себя, пусть будет так. Оставим его. Максимум, чем я ему помогу, это я его обрежу. Обрежу, как, собственно говоря, я всегда это делаю, когда я вижу, что мне что-то не нравится на растении, я всегда обрезаю. И, конечно, пусть цветет, пусть порадует меня цветочками вот такими красивыми. Здесь еще шапочки распускаются. А дальше обрежем тебя и посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться. Делитесь своим мнением. Мне очень важно, как бы, если есть какие-то варианты, я еще раз говорю, лечения, я вот не вникаю в эти варианты, потому что я использую свои методы. Методы обрезки, омолодительные обрезки, они всегда эффективные. И если растение крепкое, оно отойдет, не погибнет, справится само. Так что буду рада всем за комментарии, за рекомендации. В любом случае, каждый сам решает, как ему вести с растением, как ухаживать за ним. Вот так. Но у меня вот такая ситуация на одном кустике. А все остальные, конечно, прекрасно себя чувствуют. Но опять же говорю, понимаете, вот я еще думаю, почему он у меня второй раз, да, заболел этот куст. Потому что он растет вот в обычном грунте, вот этом. А в другие гортензии свои я добавила глину и кислый грунт. И вот, понимаете, там она не болеет. Никогда не болели кусты в кислом грунте. А вот здесь грунт немножко другой. И, видимо, вот говорю, что-то ей не хватает. Но она справится. Потому что у нас гортензии растут в городе Сочи везде. Они вот у многих кустов, я вижу такую ситуацию, кустам уже по 10 лет. И ничего с ними не случается. Они прекрасно цветут, выпускают шапки. Кусты достаточно мощные. Никто за ними не ухаживает, не обрезает. И они отлично себя чувствуют. Поэтому трогать я не буду. Потому что все, я уже это дело понаблюдала. На улице посмотрела. Все выживает, все живет. Ну, скажем так, на волю судьбы. А там посмотрим. Обрежу. И пусть листочки новые пойдут. С вами была я, Ирина. Всем хорошего настроения.